Здравствуйте, уважаемые зрители! Герои в пули боятся. Я часто говорю эту фразу в своих публикациях и вынужден повторяться вновь, так как речь пойдет о Петрищеве Василии Петровиче, 1923 года рождения. В Красной Армии наш герой с 1941 года, в боях с 1942 в составе 299-й стрелковой дивизии. Сражался под Сталинградом и был ранен, но Курской дуге вновь уже в строю. В августе 1943 года наши войска наступали уже на Харьков. И вот в районе населенного пункта Полевая Дергачевского района предстояло взять очень важную высоту 201,7, которая хорошо была укреплена противником. По карте хорошо видно, что эта высота – часть гребня, который проходит между двумя водными преградами, по долинам которых идут важные дороги на Харьков. На штурм предстояло идти бойца 2-го батальона, 960-го паука, 299-й стрелковой дивизии. По воспоминаниям Василия Петровича, он, будучи командиром роты, предложил план атаки с двух сторон. Одна группа должна была отвлечь противника, стянув силы на себя, а другая в ходе атаки овладеть вершиной. И все это в темноте августовской ночи. 15 августа 1943 года части батальона пошли на штурм и сразу потеряли комбата старшего лейтенанта Статиенко. В ходе атаки Петрищев командует горской бойцов, который, подбив танк, уничтожив орудие, закидав его гранатами, численностью в 16 человек достигает отметки 201,7. А дальше все было по классике. Враг, собрав силы, после артподготовки пошел на штурм высоты. Огнем стрелкового оружия и гранатами первый приступ был отбит, а еще два танка противника стояли обездвиженными. Но второй штурм врага прикрывал уже огнеметный танк, ставший главной угрозой. Его ценой своей жизни гранаты подпил лейтенант Стародубцев. Это был ключевой момент второй попытки штурма, которая провалилась, а высота 201,7 осталась за нашими бойцами. А впереди был третий штурм. В ходе боя контуженный командир подбивает танк гранатой. На позициях бои переходят в рукопашные, но благо была связь. По ней Петрищев вызывает огонь на себя, что позволяет удержать позиции. Благо у немцев были хорошие укрепления на этот случай, и там удалось отсидеться. Только 17 августа 1943 года на высоту пробились советские части. На позициях оставалось всего пятеро. А это младший сержант Женченко, старший сержант Поликанов, пулеметчик Бреусов и радист Чехов, ну и, конечно, Петрищев. Все были удостойны золотых звезд. Правда, Чехов позже за форсирование Днепра. По окончанию войны Василий Петрович участвовал в параде на Красной площади 24 июня 1945 года. Умер в Москве в 2018 году. А у меня на этом все. Всем желаю крепкого здоровья, до скорых встреч, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!